Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с Вадимом Родионовым хотим с вами поговорить о психиатрических синдромах, связанных с названиями городов. В частности, Парижский синдром и Иерусалимский синдром. Есть еще Стокгольмский, но о нем мы говорить не будем. Он немножко не вписывается в нашу тему. Вот так со скандинавами. Выпадают из общей. А крайне Европы, что вы хотите. Что такое Парижский синдром? Впервые он был описан в 1986 году японским психиатром Хируаки Ото, который к тому времени довольно-таки давно жил и работал в Париже. Вкратце о чем это? Звучит несколько анекдотично, но поражает этот синдром практически исключительно японцев. И вся проблема в том, что реальный Париж не совпадает с японскими представлениями о Париже. Страдают японские туристы, большей частью женщины. Что с ними происходит? Они имеют некоторое представление о Париже из книг, из фильмов. Что Париж прекрасный, красивый, чистый город. Что в Париже живут очаровательные, женственные, ухоженные дамы и невероятно галантные, любезные и щедрые французы. Что это город исключительно высокой моды, город красивых нарядов и город всего возвышенного и изысканного. А потом они попадают в реальный Париж. А потом они попадают в реальный Париж. И вот там происходит шок от этого столкновения. Ну, мы не будем говорить о людях, которые приезжают туда уже с психическим заболеванием, которое их уже было. И там оно получает каким-то определенным толчком обострения. Парижский сенорм выделяется именно как единица тем, что до попадания в Париж симптомов никаких не было. И после возвращения из Парижа симптомы очень быстро исчезают. В чём они заключаются? Достаточно широкий спектр. От некоторой взвинченности, нервозности, бессонницы до даже лёгких галлюцинаций, до ощущений деперсонализации, дереализации. Дереализация – это когда мир вокруг кажется каким-то ненастоящим, когда он воспринимается как нечто нереальное, искусственное и так далее. А деперсонализация – это человек теряет ощущение собственной личности, собственного тела в пространстве. И часто вот такой японский турист в Париже описывается, как кто-то бегающий по улицам, с ужасом в глазах, плачущий, кричащий, пристающий к прохожим и так далее. То есть Париж может удивлять? Ещё как. То есть, как говорил Генрих Наварский, Париж стоит мессы, но, оказывается, ещё стоит и психического здоровья некоторым. Ведь Парижу часто приписывают некий абсолют, потому что вот чего стоит та знаменитая фраза, которая нередко произносит «увидеть Париж и умереть». То есть это нечто высшее, после чего, в общем-то, можно считать, что жизнь прожита не зря. Говорят, иногда мечте лучше оставаться мечтой, хотя я лично Париж очень люблю, мне в нём всегда нравилось. Так вот, как описал доктор Отто, о котором попадали на приём его соотечественники, соотечественницы, что происходит? Почему всё это поражает исключительно японцев? Людей, которые живут в высокоорганизованной стране, с максимумом вежливости и предупредительности друг к другу, с культом чистоты, с культом собственного пространства, то есть некая фамильярность по отношению к посторонним недопустима, и вся нужна дистанция, вежливость, предупредительность. Это совсем не про Париж. Это совсем не про Париж. Вот люди попадают в Париж, и то, что они видят, кажется каким-то кошмаром. Опять же, большинство японских туристов терпят, как все мы в жизни, некое разочарование и возвращаются на родину с более реалистичным представлением о том, что такое Париж. Париж, но у других, менее защищенных, более уязвимых людей, возникает, на самом деле, обыкновенный страх. То есть французы, которые могут легко заговорить с ними на улице, французы, которые могут подойти, из-за этих вопросов, вопрос может задать продавец в магазине, официант и тому подобное. Но там еще могут нахамить. Это само собой. Но ладно, нахамить, понятно. Но, допустим, описывается, как какую-то девушку, кажется, продавец в магазине, или официант спросил, как она поживает, какие у нее планы на выходные, что для французов было таком. Просто вежливо поговорить. Для нее это было чем-то вроде домогательств, чем-то вроде неожиданно возникшей угрозы. И она впадает в состояние ужаса и полной растерянности. Кроме того, девушка, который на стол официант в ресторане, уставший, не слишком мучтиво, плюхнул чашку с кофе, для нее это было чем-то вроде расизма. И тоже привело ее в ужас. Я вот, кстати, сталкивался в парижском аэропорту Шарля-де-Голля, когда мы не говорили по-французски, и подверглись из-за этого некой... Я даже не сказал критическую. Он просто взял вот там эти емкости, которые обычно забирают, когда садишься в самолет, он просто взял их и со злостью кинул в аэропорту Шарля-де-Голля. Так что Париж, он, конечно, разный, безусловно. Да, я до сих пор, как мы с коллегами были на конгрессе, и улетали из того же Шарля-де-Голля, и там как раз буквально жуткость столпотворить. Все какое-то опаздывали, смешались люди с разных рейсов. При этом человек, стоявший на досмотре, вдруг решил пофлиртовать с женой моего коллеги, и завел с ней неспешный, кокетливый разговор, что не обрадовал ни коллегу, ни жену, а тем более всех, кто спешили... И очередь. И боялись попасть на рейс. Его это совершенно не смущало. Наверное, это та самая загадочная французская галантность. По поводу несовпадения, ожидаемого с действительностью, у меня есть пара-тройка знакомых дам, которые вышли замуж за французов, которые утверждают, что французская галантность, щедрость и так далее, это миф, очевидно, созданный самими же французами, потому что мужей своих ни в том, ни в другом, ни в третьем они совершенно не заметили. Можно Дюма поблагодарить, я думаю, за создание определенного образа. На самом деле, персонажи Дюма не отличались особой галантностью, а отличались, по-моему, достаточно скверным поведением. Мабрый Гасконец, например. О чем еще речь? Почему, как мне кажется, именно японцев настигает такое состояние? Оно, кстати, достаточно редкое. Впервые оно было описано в психиатрическом журнале американском в 2004 году только. И считается, что количество случаев за годы в общей сложности измеряется десятками. Небось, что, учитывая количество людей в Японии и частоту их поездок в Париж, не так уж много. Как мне кажется, почему японцы для этого особенно уязвимы? Что характеризует, как мне кажется, японскую культуру, японскую историю, это замкнутость и постоянство. Ну, чтобы понять, что такое Япония, японская императорская династия пережила все династии этого мира. По японским преданиям, она впервые была установлена первым легендарным императором в 600 каком-то году до нашей эры, то есть несколько позже основания Рима. Но первые 29 императоров считаются легендарными. Но подтверждено, что достоверный император, который известен, историческая фигура, зашел на престол полторы тысячи лет назад. Ну, то есть есть опыт определенной работы. То есть династии полторы тысячи лет. Исчезли Романовы, исчезли римские императоры, исчезли французские императоры, немецкие императоры, турецкие, все куда-то сгинули. Японская династия осталась и существует, и вроде как не намерена прерываться. Кроме того, японская закрытость, японское жестко структурированное общество, японские жесткие традиции, доминирование и подчинение в служебных вопросах. То есть страна очень регламентированная, страна очень перегруженная ритуалами, общениями, тонкостями и так далее. У этого есть свои специфические японские психозы. Парижский Ромни Первый. Все мы помним про известных Хикикамори. То есть примерно полмиллиона, в основном, молодых людей, которые годами не выходят из своей комнаты, ни с кем не общаются, не видятся, едят то, что им близкие, просовывают за дверь. И, в общем-то, это тоже чистый японский феномен. Такой режим самоизоляции. Такой режим изоляции, очевидно, тоже это какой-то выпад из общей структуры. Вот мне кажется, что парижский синдром, удел японцев, именно потому, что попадая вот этот лёгкий гальский латинский темперамент, в эту непредсказуемость, в эту полную несостыковку с собственными представлениями. Опять же, Париж – это всё-таки скорее легенда и миф, чем город. Японское регламентированное сознание, привыкшее веками к изоляции, фактически японцы вышли из изоляции только в середине, во второй половине XIX века, до того они были полностью изолированы от человечества. Я думаю, что это заложено и передаётся из поколения в поколение, потому часто не выносит столкновения с ненравящейся реальности. Но это ведь напоминает в какой-то степени свидание вслепую, потому что, допустим, в социальных сетях, когда люди знакомятся, они могут выбрать свою самую лучшую фотографию, отправить её и на протяжении какого-то времени общаться, создавать определённый образ, а потом они встречаются в жизни, и оказывается, что может и выглядеть не так, как на фотографии, говорить не так, и вообще человек с немного другим характером, чем в переписке. Вот это не происходит случайно по отношению к Парижу? Я думаю, что происходит у всех у нас при поездке в новую страну, в новый город. Вся свидание вслепую. И ладно Париж, в котором, не знаю, когда я был постоянно в Париже, я видел улицы, описанные в «Трёх мушкетёрах», то есть ты почти обо всём там читал, смотрел и так далее, и так далее. Наверное, есть страны и города, где это ещё больше свидания вслепую, потому что ты мало что не знаешь, в принципе, кроме неких легенд и миф. Но это Иерусалим. Это, когда я там оказался, это такое ощущение, что ты идёшь с Библией в руках, потому что ты идёшь фактически по историческим местам. Иерусалим, у меня не было ощущения Библии, ощущения древности было, а Библии не было. А вот у меня именно библейская история. Почему-то всплывала моя ассоциация Иерусалима, она совпадала с тем, что я о нём думал. В Иерусалим мы на это ещё вернёмся. Почему вообще парижский народ меня заинтересовал? Потому что иногда японцами бывают даже не японцы. Вот о чём мы говорим. О людях, у которых их представление о мире, их идея о мире не выдерживает словидения с реальностью. О людях, у которых есть чёткая структура, очень жёсткие, очень негибкие представления об окружающем мире, каким он должен быть. Причём с самой разного аспекта. Начиная от своего места в социальной структуре и продолжая отношениями с людьми. Что такое семья? Что такое отношения? Что такое дружба? Что такое романтика? Есть удивительное количество людей, которые во всё это приходят с откуда-то появившимся жёстким представлением, как это должно быть. Это разрыв шаблона, получается, у них происходит? Можно говорить и так. Но когда они оказываются в отношениях абсолютно других, отношениях, к которым они не готовы, отношениях, которые не просто вызывают в них недоумение, а вызывают некий шок. Для них это вообще неприемлемо. Таких людей я видел у себя на приеме довольно-таки много. Чаще всего, конечно, речь идёт об отношениях семейных, об отношениях парных. Люди вырастают в своей семье, и эта семья ухитряется, не будучи японцами, живущими на островах, жить в социуме, как на острове. Жить в социуме, как будто они живут на хуторе в тайге. Есть свои ценности. Кстати, не так давно, по-моему, и даже периодически находились люди, которые, оказывается, много лет назад ушли в ту самую тайгу и живут там с семьёй от городских соблазнов подальше. И очень странно, но живут. Их как-то не... Сколько-то лет назад такую семью нашли, их обнаружили, их вывезли. У Лыкова, Сибири, да, если не ошибаюсь? С вертолёта их случайно увидели. Да, их, по-моему, вывезли к врачам и так далее. Но эти люди жили там долго и упорно. И у них иммунитет отсутствовал, кстати. Разумеется, разумеется. И, кстати, о японцах история о самураях, которые после войны скрывались в джунглях, хотя война закончена, и потом не знали, поэтому продолжали воевать ещё лет 25. Последний, по-моему, сдался в 70-каком-то году. Тоже была запомнившаяся история. Так вот, люди, которые, не будучи японцами, живут как японцы. Люди с жёсткими структурами, которые опираются, если у японцев это их тысячелетняя история, это и стереотип, который мы не знаем, самурайский кодекс чести, и пронизанность общества, иерархическое общество сверху донизу. Эти люди живут и здесь, среди нас. Они точно знают, как правильно и как надо. И не готовы к переменам. То есть фактически гибкость у них отсутствует. Когда такой человек попадает в систему отношений, он ведёт себя, как тот воюющий самурай, или как японский турист. Наверное, в редчайших случаях возникают расстройства личности на уровне галлюцинации и так далее. Но людей, которые впадали в депрессию, в серьёзную депрессию, людей, которые говорили, это невозможно, я не могу так жить, я видел лично и неоднократно. Мы сделаем небольшой перерыв, чтобы вернуться и продолжить наш разговор. Говорим мы сегодня, в частности, о парижском синдроме. Оставайтесь с нами. Да, вот так стремительно мы вернулись в эфир. Нам звукорежиссер сказал, что можно продолжать наш разговор. Пауза отменилась. Да. Японцы на нашем месте могли бы и растеряться. Да, и вообще, на самом деле, я сам не успел даже перестроиться, если честно. Но, тем не менее, приходится что-то с этим делать. И работаем дальше. Программа «Диагноз недели». Парижский синдром сегодня тема нашего эфира. Вы, кстати, можете звонить и высказывать своё мнение. Телефоны, напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Тем временем о японских традициях. Напомню, что японец, японский дворянин, самурай, оказавшись в ситуации, которая для него неприемлема, часто совершал сыпуку, оно же харакири. То есть распарывал себе живот ритуальным образом. И опять, совсем не всегда связано с тем, что был невероятный ущерб для чести, или это было связано с приказом какого-нибудь феодала. Но иногда это происходило просто потому, что… Жизнь изменилась. Окружающий мир переставал отвечать его представлениям о том, в чём можно и позволительно существовать. И, кстати, в Парижский синдром редчайшие, правда, но бывали отмечены суицидальные попытки в том числе. То есть Париж может и так повлиять? Ну, к счастью, это было очень-очень редко. Я даже не знаю, насколько они увенчивались успехом, если можно так выразиться. Но ещё раз, людей, которые, не будучи японцами, попадают в неожиданную для себя среду и полностью теряются, вплоть до попыток самоубийства, я наблюдал лично. Я наблюдал лично, потому что вот эта традиционность, она свойственна не только народам, она свойственна отдельным людям, семьями, всё это переходит из поколения в поколение. И так было принято у прадедов, прадедов, прабабушек, у дедов и бабушек. У нас всегда так было. Это единственный способ существования. Иначе нет выхода, да? Ощущение, что всё это кирпич. Я думаю, что вот эта традиционность и прогнозируемость на поколение вперёд, конечно, даёт иллюзию безопасности. То есть мир прогнозируем, мир предсказуем, мы себя ведём так, как вели наши предки, наши потомки, все так, как вели себя мы. То есть такая традиционность, традиционность, которая возведена в культ. И когда люди вдруг, поскольку они живут не в маленькой, изолированной деревеньке, вступают в отношения, вступают в браки, вдруг выясняется, что муж или жена, что называется, совершенно другого, из другого племени. И традиции у них совершенно другие. И всё не такое. И здесь возникает ситуация, война традиций, что называется. И война полов ещё. Война полов, она так или иначе всё время происходит. Ну, не так бурно, как сейчас, но обычно происходит. И человек испытывает совершенный шок. То есть когда человек у меня на приёме говорит, моя жена ведёт себя так, это недопустимо, это невозможно. И когда я спрашиваю, а почему нельзя? Почему так нельзя себя вести? Ну, как итог? Это же не принято. А где не принято? Ну, нас в семье никогда так себя не вели. Никогда. И когда человеку задаёшь простой вопрос, а с чего вы взяли, что весь мир должен себя вести, как ваша семья, человек несколько раз переспрашивает, не понимает, как можно эти базовые цены ставить под сомнение. Это то, что Фрейд называл сверх-я, супер-эго, заложенное в сознании аксиомы, само детство родительства так положено, и это даже не требует логического анализа. Но это жизнь в своём пузыре, ведь потому что мы часто создаём свой субъективный мир, и нам кажется, что весь остальной мир устроен так, как он работает у нас. У каждой семьи есть свои заповеди, очевидно. Наверное, есть семьи, которых заповеди относятся более гибко, а есть, которых относятся негибко. И вот тогда возникают войны, как у католиков с гугенотами. Появляются жертвы. И в основном, я не знаю, как с этим справились японцы, доктор Ото считал, что только появлялись первые признаки парижского синдрома, единственный выход – это, например, садиться на самолёт и лететь обратно на родину в Японию. То есть бежать? Да, в привычную среду, например, понятен и предсказуем, где люди ведут себя должным образом, так, как ты от них этого ожидаешь. И в общем-то там, или с небольшой помощью у психотерапевта, или вообще без неё всё очень быстро, покой снисходит в душу японцев, потому что мир снова предсказуем и прогнозируем, и соответствует его ожиданиям. Здесь ведь интересен ещё один момент. Ведь часто большинство японцев, рискну предположить, приезжают на какой-то короткий промежуток времени в Париж. Или это относилось к тем представителям диаспоры, которые жили? Нет, нет, нет. То есть они приезжали на неделю, на две недели, может быть, даже на месяц, и уже успели с этим всем столкнуться, и, соответственно, если верить доктору, то нужно было бежать сразу, то есть не оставаться до конца выпуска. Я думаю, что с первых шагов реальный Париж, не совпадавший с идеальной картинкой, выводил их в шок. Вот как быстро человек способен осознать, что у него что-то происходит, и обратиться к психотерапевту, работающему в Париже? Всё-таки это ведь не за считанные часы происходит. Я думаю, что чаще всего то, что нуждается в помощи, замечали окружающие. Судя по его возбуждению, недокватному поведению, страху, очевидно, тому, что он рассказывал своим товарищам по путешествию или соотечественникам, я думаю, что неудивительно, что именно японцы начинали искать, в первую очередь, японского психиатра. Потому что французы, как мы знаем, не любят чужие языки, а японцы, наверняка, тоже не очень сильны во французском, в массе своей. Поэтому японцы находили помощь, улетали в родную Японию, и вовсе-то всё становилось на круге своя. Что делать человеку в той ситуации, о которой мы говорили, с нашими местными японцами? Сбежать в собственную семью невозможно. То есть, можете, конечно, к ней вернуться, но ты понимаешь, что от этого трещина, которая прошла через твой идеальный мир, уже не восстановится. Ты не можешь запереться в рамках своей семьи, её традиций, и продолжать там существовать. То есть, в общем-то, один из методов, которые с такими людьми приходится задействовать, это когда людям приходится пересматривать традиции своей семьи. Это всё равно, что человек, который был всегда уверен, что семья плоская и стоит на трёх слонах, а те на черепахе, вдруг начать объяснять, как выглядит Земля из космоса, и примерные представления современно-научные данные о космосе. И это тоже требует примерно таких же усилий, сейчас, чтобы это осознать. Возникла ассоциация у меня по поводу идеальной России, скажем, для людей, которые живут в Латвии, допустим, давно там не были, видели её только по телевизору, и потом приезжают и сталкиваются с тем, что, может быть, не совсем соответствует картинке, которую они видят. Это может спровоцировать парижский синдром или аналог парижского синдрома? Я думаю, как мы уже говорили, парижский синдром свойственен японцам и связан с тем, что мы говорили. Но ведь человек, скажем так, который поедет в Россию и столкнётся не с тем, что ожидает, ведь это тоже может его шокировать? Или всё-таки здесь нет... Шокировать может, и возмутить может, и расстроить может, но это не дойдёт до уровня психической патологии, Из сенсидальных мыслей и прочее. Всё-таки наши люди даже за последние десятилетия привыкли жить в очень переменчивом мире. Да, распад империи. Да, это не японские острова, на которых... У них есть на протяжении японской истории стрессы, которые их действительно выбивали из сколи. Это и при появлении европейцев, европейских военных кораблей в середине XIX века, которых японцы выяснили, что окружающий мир несколько вырвался вперёд. Это поражение японцев во Второй мировой войне. Хиросимы и Нагасаки. Хиросимы и Нагасаки. То есть японцы проходят такие остряцы. Заметьте, они всё восстанавливаются. Они живут по-прежнему довольно-таки замкнут. Сейчас, наверное, живут менее замкнут, чем раньше, но тем не менее. А остальные люди никто, наверное, больше в таком замечен не был. Я думаю, что даже китайцы – это совершенно другие люди, привыкшие к совершенно другой жизни. Их настолько не травмируешь тем, что Борис не соответствует их китайским ожиданиям. Поэтому, говоря о людях наших, людях, которые волей-неволей рано или поздно вынуждены испытать этот шок, столкновение с реальностью, когда их система ценностей начинает трещать по швам, потому что она не гибкая. Она не меняется, она не эластично рушится, она ломается. Это, конечно, такой слом, как любой перелом всегда болезнен и травматичен. Ну, для этих людей есть психотерапия, есть какие-то ещё способы искать общество с реальностью, и с ними примерно понятно, что делать. Иерусалимский синдром тоже описан, причём описан уже намного дольше, намного древнее, чем японский, чем по-шестям у японцев. Ну, понятно, что Иерусалим – центр, город трёх религий, трёх евроамических религий. Понятно, что это место даже у вас, Вадим, человека, вполне себе, материалистичного, в Иерусалиме возникает ощущение вот этой связи с Библией и со всем остальным. Ну, да, ассоциация очень сильная, потому что ты идёшь, в общем-то, и знаешь, по каким местам. То есть это то, что сразу у тебя в голове всплывает. Там, храм Гроба Господня, Голгофа и так далее, и тому подобное. Из моего опыта нет ничего прекраснее, чем прогулка по ночному Иерусалиму. Он не переполнен толпами людей, он красив, когда там есть христианские реликвии, есть античность, есть иудейские древности и так далее. Это, конечно, совершенно незабываемая вещь. В мусульманских кварталах я практически не был. Так вот, что-то иерусалимский синдром. Люди обычно, они имеют какое-то отношение к религии, оказываясь в Иерусалиме, вдруг ощущают себя, что на них снизошла некая благодать. Они ощущают себя пророками, они ощущают себя мессиями, они ощущают себя кем-то, кто должен открыть миру новую истину. Надо сказать, конечно, на них все действуют или чтение Библии, или просмотр фильмов по истории. Потому что, как ни странно, большинство из них, как описывают врачи, немедленно пытаются создать всякое белое просторное одеяние, чаще всего из гостиничных простыней, потому что другого под рукой нет. Им немедленно хочется пойти проповедовать, им немедленно хочется пойти открыть народу истину, им немедленно хочется, чтобы люди увидели тот божественный свет, который на них снизошел. Иногда это бывает менее безобидно, потому что кто-то, приехавший из Америки, кто-то то ли из пятидесятников, то ли из баптистов, решил, что он сын Божий, и его цель ликвидировать исламскую ересь. Поэтому он попытался поджечь или разрушить мечеть Алекса. Был страшный скандал по этому поводу. От него немедленно поспешили отречься лидеры его религии из Америки, его осудило Министерство религии Израиля, но он считал, что это его миссия разрушить еретическую веру. Как мы знаем, на протяжении человеческой истории неоднократно возникали люди, которым хотелось уничтожить еретиков и те учения, которых, в результате, были еретическими. Очевидно, такое не минует и людей, попавших в Иерусалим. Но там ведь действительно ощущается вот эта концентрация всего, потому что Вифлеем, который находится уже на территории Палестины, переезжаешь буквально из Иерусалима через стены, попадаешь в Вифлеем, место рождения Христа, и вот это ощущение вокруг мусульмании, ты находишься вот в центре христианской религии, и всё это, конечно, действительно, как мне кажется, может иметь такой очень сильный эффект на человека, так скажем, с определённой психикой. Я думаю, что мало где ты ощущаешь настолько связь времён, и мало где религиозный человек может ощутить себя таким образом. Кстати, по некоторым сведениям похожие состояния бывают у людей в Мекке, там, где собираются искренне верующие мусульмане, и, наверное, человеческая психика хрупко, независимо от какой религией он исповедует, наверное, что-то похожее происходит и там. Здесь, наверное, можно всё-таки это объяснить местом, потому что, размышляя на эту тему, я помню, что ощущение, что ты погружаешься в какой-то древний мир у меня было фактически в двух городах. Это в Иерусалиме, который мы обсуждаем, и в Маракеше, когда я жил в Медине, и, в общем-то, оказался в Медине, и некоторое время оттуда не выходил. Ну, то есть, выходил, но как-то мы там путешествовали именно по этим улицам старого города Маракеш в Марокко. Медина – это куда пророк Магомед бежал из Мекки в своё время. Вот, фактически, да. Ну, и вот это ощущение, ощущение всё-таки вот это, что ты вдруг, современный человек, попадаешь куда-то в прошлое, вот оно меня не покидало. Хотя я прекрасно понимал, что мы находимся в современном, в общем-то, городе, но, тем не менее, вот в каком-то месте. Я думаю, вообще ощущение современного человека очень хрупкое. Если не цепляться за гаджеты и за всякие удобства, современный человек, мне кажется, очень поверхностное ощущение, легко исчезающее с войнами, стихийными бедствиями, катастрофами и так далее. Ну, у нас очень легко это отнять, как коронавирус отнял уверенность в том, что самолёты полетят. У нас звонок? Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут Юрий. Да, Юрий. А вот никто не звонит, решил позвонить больше, наверное, по поводу парижского синдрома, хотел сказать. Я вот просто, ну, думаю, наверное, многие люди такие ощущали вещи, как вот, что касается там Парижа или любого другого красивого города, ты когда там никогда не был, а друзья тебе рассказывают, как там прелестно, как там чудесно, и ты себя настраиваешь на то, что там действительно так обалденно, приезжаешь и разочаровываешься. Или не оправдывает доверие то, что ты хотел увидеть. Вот. Или, например, другая ситуация. У меня, как я был в Париже, да, тоже вот в семнадцатом году, на самом деле, я знал о том, что там можно увидеть, и я увидел вот этих вот арабов, всяких беженцев, там, и всяких, не знаю, чеченцев, не чеченцев, в общем, люди, скажем, такие, которые не лучшую городу создают, но, тем не менее, больше всего меня волновало, наверное, Эфелева башня побывать, там, увидеть Лувр, увидеть как можно больше, там, собор Парижской Богоматери, как бы вот, наверное, больше я этим насладился, хотя прекрасно понимал, что, ну, увидел, когда я прилетел обратно в Ригу, и мы едем по городу, и думаю, господи, ну, Рига же чище, просто во много раз, чем Париж. Да, спасибо вам. Но не называют же, как это, Рига маленький Париж, а почему Париж небольшая Рига? Вот я такое слышал мнение. Да. Возвращаясь к Иерусалиму, я думаю, что здесь совпадают две вещи. Конечно, это место, с необыкновенной историей, и необыкновенным ощущением, особенно для людей с воображением, а уж тем более для людей с воображением и с верой. Но второе, что мне кажется, наверное, во всех из нас, мы все читали книги, смотрели фильмы, наверное, у нас во всех живет тоска по какой-то особенной судьбе. там живем, у нас есть свои профессии, семьи мы, делаем то, что в наших силах, но мы знаем, что таких, как мы, много. И будет, было много, есть много, и будет еще больше, скорее всего. И ощущение вот этой судьбы, которая могла бы случиться, ощущение чего-то крайне необыкновенного, ощущение сопричастности к каким-то высшим истинам, даже невообразимым человеческим сознанием, где-то есть во всех из нас. И, наверное, в ком-то, мне кажется, оно прорывается. Вот эта тема необычной судьбы, искренне перекликающиеся вещи, был такой фильм «Генерал Делла Равера», а у Курасава был фильм «Кагемуся», «Двойник», где мелкий жулик, который становится двойником знатного самурая, даймё, тот погибает в битве, это просто должен его заменить в битве иногда. И вдруг в нём просыпается ощущение долга, ощущение того, что как будто на него снисходит это ощущение своей значимости, и он погибает в битве за идеалы, которые мы ещё несколько дней назад были абсолютно чуждые, неблизки. Тоже человек жертвует собой ради того, чтобы побыть хоть какое-то время кем-то другим, кем-то куда более важным, чем он сам. И вот мне кажется, Иерусалимский синдром это об этом. Это о том, как человек вдруг, попадая в психоз, попадая в какую-то иллюзорную реальность, в этой иллюзорной реальности он несёт откровение миру, он несёт послание от Бога, он знает, что он наделён каким-то совершенно невероятным знанием, он сейчас откроет его людям, случится невероятно. Вот я больше всего думаю даже не о том, как эти люди себя чувствуют в психозе, как эти чувства, как они проходят. И вдруг понимают, что они не мессии, что они обычные, простые люди. Как с этим жить дальше, хочется знать. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Спасибо. Это вопрос. С тема, но чуть-чуть в сторону по поводу иллюзорной реальности. Ведь она не только проповедниками вероисповедания каких-либо религий, но любой какой-либо идеи, допустим. Тот же самый национализм, проповедование благ для какой-то нации. Это же тоже иллюзорное вероисповедание проповедников, которые в ходе уговаривают, что нужна ассимиляция, что надо какую-то эмоциональность погрузить всех остальных, как Запад. Вдруг решил, что он перемолит всех этих беженцев и иллюзорно считает, что сможет проглотить всех приехавших, а в результате, что приехавшие теперь поглощают Запад. Это же тоже иллюзия, высокомерие, что ты можешь... Наверное, есть некоторая доля иллюзорности, я соглашусь, но любая идея, она тяготеет к идеалу, к некоему идеалу, живущему в чём-то сознании. Идеал о том, что о доминировании своей нации, идеал о доминировании своей идеологии или своей религии. В какой-то степени, я соглашусь, это имеет иллюзорной реальности. Но мы сегодня говорим о двух видах реальности. Одна в Париже, где реальный Париж не совпадает с иллюзорным, с намеченным, с придуманным. И вторая, где человек вдруг сам попадает, не меняя город, попадает в другую реальность, где человек меняет судьбу, где человек меняет своё значение для окружающего мира. и, наверное, обладательного такого психоза я бы, наверное, даже немножко позавидовал. Вот, наверное, что такое ощутить себя хотя бы на несколько дней тем, от кого зависит судьба всего мира, тем, кто откроет мир куда невероятную истину. Мне кажется, это дорогого стоит. Ну, а почему Нью-Йорк, кстати, не оказался в списке этих городов? Потому что, когда я был в Нью-Йорке, меня не покидало, а я там много раз был, не покидало ощущение, что ты идёшь по какому-то голливудскому кинофильму, потому что проходишь мимо этого здания, его разнесли в фильме «День независимости», когда вторглись и на планете они идёшь по этому, там ещё что-то. Ну, и, в общем-то, просто место Нью-Йорка это просто город, который, кажется, ты знал всю свою жизнь. С другой стороны, ты его, конечно, представлял. Там разочарует, не разочарует другой вопрос, но тем не менее. Я думаю, что Нью-Йорк очень молодой город. И Нью-Йорк, как мне кажется, не связан с некими высокими идеями. Он связан с высокими зданиями. С высокими зданиями, с представлением о высоких доходах, о невероятных деньгах, которые там вращаются и так далее. Я думаю, что иллюзии насчёт Нью-Йорка, да, у каждого есть свои, но я не думаю, что хоть у кого-то иллюзия насчёт Нью-Йорка может быть настолько болезненно отличаться от реальности. Я с Нью-Йорком познакомился аж в 92-м году, когда приехал работать грузчиком и увидел его с разных сторон и понял, насколько реально Нью-Йорк отличается от фильмов, которые я не усмотрел. Но, к счастью, я не впал в психоз. Меня не накрыли мессианские настроения. Но мне кажется, что Нью-Йорк прекрасный город, кипящий, огромный город. Но это не тот город, который может вызвать вот такое разочарование, как Париж у японца, может быть, потому что я не японец. В нём нет вот этой вот идеалистической составляющей. То есть, мы же представляем, наверное, Нью-Йорк один из самых известных городов Земли. И многие там не были, но, тем не менее, имеют о нём представление. И попадая в этот абсолютно узнаваемый город, вот там не случается таких катаклизмов, как в Париже психологически? Наверное, нет. Наверное, всё-таки Америка страна с репутацией очень практичной, деловой, в первую очередь для многих финансовой, имперской и так далее. Но, я думаю, Нью-Йорк всё-таки для большинства людей не овеян неким мистическим ореолом. Он может принести разочарование, это очень интересный город, мне кажется, каждый в нём должен побывать либо ощутить, что это такое. Но нет, наверное, нью-йоркского синдрома никто не слышал, по крайней мере, до меня это не доходило. То есть, мы остановились сегодня на двух синдромах, это иерусалимский и парижский. Да, это два прекрасных города, оба мною очень любимы и, к счастью, моя встреча с ними миновала без психической патологии. Ну что ж, на этом мы тогда сегодня завершим программу Диагноз недели. В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов, меня зовут Вадим Родионов, я с вами не прощаюсь, мы встретимся через час в программе Вечерный интерактив, а Ариэлю мы говорим до свидания, до следующей недели. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok